После пожаров в Кемерово в торговых центрах всей страны прошли проверки. Чебоксары не стали исключением. В ходе рейда выявили более 800 нарушений пожарной безопасности. Тогда проверили 11 объектов, как сейчас обстоят дела в некоторых из них в нашем сюжете. Торговый центр «Дом МОЗ» в столице Чувашии существует уже более 30 лет. Столько же нарушений в нем обнаружили при прошлой проверке. Сейчас более половины устранили. Например, расширили дверные проемы эвакуационных выходов. Они были 90 сантиметров. Теперь, как и должно быть по нормативам, 1 метр 20 сантиметров. Изменения коснулись и лифтов. По требованию пожарного надзора, лифты при возгорании или возникновении пожара, лифты должны автоматически спускаться на первый этаж и отключаться, чтобы люди не могли пользоваться этими лифтами. Потому что были случаи, где остаются лифтами погибающие. Эта система реагирует на датчики дыма, которые расположены на потолке. Как только они показывают задымление, лифты отключаются автоматически. Кроме этого, в лифтах появилась система реагирования на речевое оповещение. Нарушения все же есть, и, как правило, они традиционные. Самыми основными нарушениями явились отделка помещений и эвакуационных путей горючими материалами, захламление запасных выходов, отсутствие инструкций, правил пожарной безопасности, и отсутствие световых сигнализаторов. Проверили и торговый дом «Питер». Там по-прежнему на четвертом этаже детский развлекательный центр. А это нарушение закона, но владельцы оспаривают его в суде. Когда магазин сдавался в «Фиеста-парк», тогда таких требований не было, чтобы располагались только на втором этаже, не выше второго этажа. Ну, и у нас было это все запроектировано, все это сделано. Были вложены большие деньги в это. И собственник «Фиеста-парк», и мы тоже вкладывали большие деньги. На данный момент дело находится в суде, как я уже сказал, и мы осуществляем этот момент. Все-таки главное здесь безопасность детей, а не выигранное дело. Администрация столицы уверяет, такие проверки планируются каждый месяц.